Домры и балалайки Когда видишь у тех ребят, у тех пусинки. Уверенность в завтрашний дне появляется. Вот именно с такой сцены, именно с такого искусства возрождается духовность. Все самое лучшее было показано сегодня на концерте. Самые лучшие дети, самые лучшие коллективы, ансамбли, хоры. Скрипачи, флейтисты, гитаристы и баянисты. Более 700 юных музыкантов обучаются в Щелковской школе. Многие из ребят первый раз на большой сцене. Чувствуют восторг и трепет, играя произведения великого Вивальди. Первое было это волнительно. Потом, когда вышло, что-то по мне прошло и все успокоилось. Я хочу поблагодарить своих учителей, которые готовили нас к этому концерту. Свою учительницу по специальности Елену Владимировну и учительскую ансамбль Анастасия Олеговна. От международной классики к родным русским народным композициям. В рамках отчетного концерта ребята и педагоги подготовили яркую, разнообразную и масштабную программу. Очень богат сейчас Щелковский край, стал Щелковская земля русскими народными инструментами, балалайками, домрами. Это очень приятно и отрадно. Среди выступающих и начинающие звездочки. Большое будущее пророчит Светлане Голубевой. Она с 10 лет на большой сцене. Многократный призер областных соревнований. Совсем недавно стала победителем регионального конкурса пианистов. Планирует стать профессиональным музыкантом. На отчетном концерте выступила с Жаворонком Глинки. Мне кажется, что в музыке много истины, в ней скрыта правда. Все люди, которые этим занимаются, у них совершенно другие взгляды. И когда у меня плохое настроение, я сажусь заниматься, и мне становится легче. Не только звуки музыкальных инструментов, но и прекрасные голоса заполняли в тот день зал Щелковского районного культурного комплекса. Средний хор детской музыкальной школы выступил с задорной песней «Нотные бусинки». Настоящими патриотами своей страны показали себя участники концертного хора «Славия». С песней россияне хористов вызывали на бис. «Россияне, россияне, нам Россию величей любить. Ушу мят ветра, все плавят в пора. Разведут, никогда не сломись». Для нас отчетный концерт – это возможность сказать людям со сцены о самом наболевшем, о самом многострадальном. Сегодня мы обращались ко всем россиянам с призывом, несмотря ни на что, стоять, быть терпимыми. Времена не простые, настроение не очень хорошее. А посетив такие концерты, наверное, получалось заряд на долгое-долгое время. Завершили концерт масштабным выступлением. Совместную программу подготовили оркестр трэмбовых гармоник под руководством лично директора школы Алексея Шмелева и сводный хор школы, насчитывающий порядка 200 человек. Особым весенним сюрпризом стало яркое выступление с действительно нестандартной для отчетного концерта композицией. Музыканты показали, что на баянах можно играть не только русскую народную. Родители воспитанников не остались в долгу. Большой подарок школе сделал отец одного из учеников, Глеб Назаров. Вручил школе портрет своего знаменитого дедушки Василия Соловьева-Седова, известного композиции «Подмосковные вечера». Еще один повод для вдохновения и творчества подрастающим музыкальным талантам. Александра Гранич, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелка». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!